Мы когда обсуждали с посетителями нашего блога тему современной белорусской литературы, то мы сделали, может быть, немного неожиданный вывод, что она в последнее время обрела женское лицо. Начали вспоминать Нобелевская премия Светлана Алексеевич, самый известный драматург Диана Балыка, самые большие тиражи в стране Наталья Батракова-Тамара Лисицкая, самые известные белорусы за рубежом Ольга Громыко и Ольга Тарасевич. Ольга Тарасевич, сплошной, получается, девичник. Одна из наших читательниц это объяснила просто, читают больше женщины, мужчины, ну, может быть, телевизор смотрят, читают меньше. А у вас какое объяснение? Так и повинно быть. Женщина может всё и в тем лику робить якосную, саправдную литературу. И вот эти приклады, которые вы привели, это только подтверждает этот факт. Видите, ваше питание, оно трошки мае у себя некий такий стереотип. Вот есть два таких полюсы. Де, кто говорит, женщина так само человек, а де, кто говорит, при доброй женщине и мужчина может стать человеком. На самом деле, это всё трошки стереотипово. И тут я бы сказала, что поспех, якость литературы больше залежать от таленту письменника. И для меня не так важно, это письменник женщина, або это письменник мужчина. И вы назвали целый шерых, вельми добрых, вядомых жанучих именов, а я могу назвать и такий самый шерых, вядомых, теленавитых авторов мужчинов. Как казалось, была такожа, каждый пишет, как он дышит. Женщины пишутся и дышутся трошки иначе. Мужчины трошки иначе, але я бы не делила литературу на мужчинскую и жанучую. Но согласна, что читают сейчас больше женщины, чем мужчины? Не, не сгодно. На прикладе, скажем, своей семьи я хочу сказать, что мой сын читает больше, чем моей дочке, а, может быть, мой муж читает больше, чем я.